Приведут ли междоусобицы в российских войсках в полноценный раскол, а за ним во внутривидовую борьбу? Проще говоря, перебьют ли друг друга Минобороны и Вагдаровцы? И какая роль в этом всем отведена Ирану, а какая Китаю, где Си Цзиньпинь может побить рекорд Мао Цзэдуна? В эфире Нехта самые важные и интересные новости. В Китае на съезде партии выберут лидера, нового или старого. Мы будем работать быстрее, чтобы модернизировать военную теорию, подготовку военнослужащих и вооружения. Белоруссии и предупредили ряд терактов и начали принимать российских военных. Доброе утро, мы из Белоруссии. Если Иран будет поставлять ракеты, мы тоже в долгу не останемся, заявляет в Израиле. Пришло время, чтобы Украина получила от Израиля такую же военную помощь, какую и передают США и НАТО. Спасибо, что смотрите. Нас с вами скоро станет миллион. Давайте приблизим эту цифру и, может быть, именно вы будете миллионным нашим подписчиком. Так что, если еще не подписались, подпишитесь обязательно. Можно оставить лайк, прокомментировать это видео, тогда о нем узнает большее количество людей. Давайте делать доброе дело вместе. Начнем. Вагнеровцы напрямую противостоят Минобороны РФ. Об этом в своем отчете пишут аналитики Института изучения войны. И не просто над Минобороны, а над всеми сухопутными войсками. К примеру, они передали четыре внедорожника в бригаду военнослужащие, которые на видео жаловались на то, что воюют с одним БТРом на 80 человек. Передача вооружения от частной военизированной структуры выглядит как попытка показать неспособность Минобороны обеспечить своих бойцов и показать вроде как контраст с компанией Пригожина. Это заслуживает внимания на фоне предыдущей оценки о том, что спонсор ЧВК Вагнер Евгений Пригожин активно пытается выслужиться перед президентом России Владимиром Путиным и отделить свои силы от обычных сил Минобороны РФ. Как думаете, можем рассчитывать, что скоро они начнут убивать друг друга? Пишите ответ в комментарии. Окупанты выгоняют людей из своих домов и селятся в них сами. В занятом российской армией рубежном Луганской области перебывшие для усиления представители Чеченской республики, как пишет украинский генштаб, выселяют жителей из их домов, чтобы заселить туда своих офицеров. Но вот у вооруженных сил Украины есть ответ для таких чеченских военных. Антидронный купол работает в Киеве. Правда, пока частично. На сооружение полноценного антидронного купола придется не меньше двух лет. Дроны, они же не только контролируют, например, периметр. Мы знаем, что возможен удар по той же самой ГЭС. Мы понимаем, что автомобили, грузовики, которые двигаются по дамбле, то есть тоже угроза. Их за ними тоже наблюдать. Расстояния очень большие. Облет дронами – это все уже происходит сейчас. То есть ударные дроны, которые используются, они еще не рассчитаны на перехват именно других дронов. Но стрелковым оружием оно уже от этого достигается. То есть с маленькой эффективности дрон-купол уже частично, фрагментарно существует в Киеве. И вы должны быть уверены, что каждый день где-то в каком-то месте появляется элемент антидроновой защиты. Купол должен защитить критические объекты. Это наборная конструкция. А такие конструкции и разрушить довольно сложно. Будем в это верить все вместе. Если не правда, но очень хочется, то правда. Хотел Путин сказать россиянам, что они воюют с НАТО, но повода не было. Не вмешивается НАТО в войну и все. Но всегда можно придумать и сказать, что уже вмешалось. НАТО де-факто уже влезло в этот конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши все цели и полагания. То есть операция продолжается, и она будет доведена до конца. Насколько нам из-за этого тяжелее? Ну, существенно тяжелее. Это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и иной мобилизации. Одно дело это киевский режим, а другое дело это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию. Мобилизация «Слово года» в российском словаре страхов и теперь применяется везде, где страшно. Не более 9 тысяч российских военнослужащих будут в составе региональной группировки войск, которая размещается в Беларуси. А тем временем составы с русскими солдатами для участия в этой самой региональной группировке войск продолжают пребывать в Республику Беларусь. Не первый поезд и точно не последний. А в Минске местных жителей переволошили истребители, которые летали над столицей. Ну, правда, без ракет, но от этого не легче. И эта часть региональной группировки войск об этом официально заявили в Беларусском Минобороне. Еще в Республике сегодня предотвратили серию терактов. И вообще, каждая секунда правоохранительной деятельности в Беларуси это спасение человеческих судеб и, не побоюсь этого слова, мира. Беларусские правоохранители констатируют, что эта инициатива есть не что иное, как проект западных спецслужб, щедро финансируемый, продвигаемый длительное время. Что характерно, в последнее время, в том числе в связи со спецоперацией Российской Федерации на территории Украины, этот проект предполагает насильственное свержение государственной власти в Республике. И участники незаконных воинских формирований, в том числе в рамках этого проекта, проходят обучение на территории Польши и получают боевой опыт на территории Украины. Но чтобы подытожить весь блок новостей про Беларусь, армию и вот этих самых борцов, фрагмент видеоабсурда с показательными занятиями. Я не знаю, как это назвать, давайте лучше вы придумайте название этому всему и напишите в комментариях, ну а посмеемся потом все вместе. Доброе утро, мы с Беларусь. Очень жду ваших вариантов, должно получиться интересно. Иран будет продавать россиянам ракеты. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на американскую разведку. А там говорят, что иранская делегация уже финализирует договор в России и первая партия баллистических ракет малой дальности, Фатех и Зульфагар, на 300 и 700 километров уже вроде как на иранских заводах и после сборки будет готовиться к отправке. Но и это еще не все. Авторы Washington Post говорят, что их источники это те же, кто ранее предупреждал о передаче Ираном дронов для России и сейчас дополнительные партии уже знакомых нам беспилотников тоже готовятся к передаче в Федерацию. Но и тут есть положительные моменты. В данном случае это заявление министра по делам диаспоры Израиля. Пришло время, чтобы Украина получила от Израиля такую же военную помощь, какую ей передают США и НАТО. В самом Тегеране тем временем не все спокойно. Накануне загорелась известная тюрьма Эвен, в которой содержат в основном политзаключенных. Очевидцы выкладывают видео в сеть, пишут о стрельбе и взрывах, настолько мощных, что стекла вылетали в соседних домах. Заключенные пытались выбраться из камер, ломали двери, а силовики применяли слезоточивый газ. В результате погибли четверо и ранены более 60 человек. Это по официальной версии. По версии BBC гораздо больше. Протесты в Иране продолжаются уже почти несколько недель после смерти Махсы Амини в полицейском участке. Ее арестовали за неправильное ношение хиджаба, и девушка пропала. Через три дня ее нашли мертвой. На опубликованных видео пожара и беспорядков можно услышать крики «Смерть диктатору!», а сами видео вы можете найти в нашем телеграм-канале. Подпишитесь на него обязательно. Очень важный 20-й съезд коммунистической партии Китая стартует в Пекине. Важный, потому что после него будут утверждены составы партийных органов, и будет выбираться генеральный секретарь Центрального комитета партии. Он же самый главный в Китае. Он же верховный главнокомандующий. Сейчас его зовут Си Цзиньпинь. И он вполне может повторить рекорд Мао Цзюдуна и править Китаем больше, чем две пятилетки подряд. Самое важное, по моему мнению, на съезде, это будет то, что как раз партия завершит процесс консолидации, слияния с государственными институтами. То есть теперь в Китае будет фактически существовать как бы государство-партия. Вот так, когда партия руководит всем в этой стране, то есть когда раньше, если государственные органы, еще раньше они имели какие-то функциональные свои отличия, да, определенные, то теперь партия будет действительно руководить всем, всеми аспектами жизни китайского государства. Четыре года назад в Конституцию Китая внесли правки, которые снимают ограничения по длительности пребывания у власти и открывают путь Си Цзиньпиню на третий и следующий сроки. Съезд будет продолжаться до 22 октября. И вот несколько заявлений китайского лидера. Мы будем работать быстрее, чтобы модернизировать военную теорию, подготовку военнослужащих и вооружения. Мы нарастим стратегический военный потенциал. Мы продолжим добиваться мирного воссоединения с Тайванем. Но мы никогда не будем обещать отказываться от использования силы. И мы оставляем за собой право применить все необходимые меры. Это, несомненно, очень важное событие, за которым наблюдает весь мир. И мы тоже будем за ним наблюдать вместе с вами. На этом у меня все. Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на наши ресурсы. И это очень важно, когда вы ничего не пропустите. Мы благодарны вам за лайки и комментарии. Ведь так нас с вами становится больше. И больше людей получают возможность услышать правду. До новых встреч и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok